Друзья, моя мечта сбылась. Я встретился, познакомился и побеседовал с королевой вокала Бибигуль Ахметовной Тулегеновой. И Бибигуль Тулегенова это не просто оперная дива и актриса, она это сердце Казахстана. И в моей жизни это была, наверное, самая светлая встреча. И я рад, что у меня есть возможность и с вами поделиться этой бескрайней добротой и невероятной энергетикой нашей Бибигуль Ахметовны. Я после встречи с ней чувствую себя самого наполненным добротой и светом. И уверен, что вы сможете почувствовать то же самое. Располагайтесь поудобнее, поддержите наш выпуск лайком и комментарием. Приятного просмотра. Дай, дай, дешеватого. Солюбаться. Нет? А, интересно, очень интересно. Ну, ладно, интересно. Это вот художник Нерлан Ахметов нарисовал ваш портрет. Ой, как это все, мертвый, Макитин. Вы, как-то, только долго. Все, в Алга Петербург-Канал. А? В Алга Петербург-Канал, вот, и в Алга Петербург-Канал. Я, я. Вот, Иван Чеммельц и Солданов. А, это Петербург, да? Да. Я с Петербург, да. Очень приятно. Это как заработать, я даже не знаю, первый раз вижу такое. Постарше еще одна в Алане осталась, она тяжелая в следующий раз. Вземка, блин, вот в следующий раз вам подарить. Да, куда поставьте. Вот это опять дверьте в долгу. И туда. Вот, хорошо. Вот я как вас видел, вот видео есть, где вы поете в фильме, вот и сейчас вас вживую вижу. У меня одна и та же картинка, то есть не чувствую, что... А я думала, большая разница. Нет, вообще у вас глаза горят, вы так рассказываете. Я вот такую же вас и вижу. Как вы так, откуда черпаете энергию? Кто вас так заряжает? Не знаю, даже сама не знаю. Я просто никому не завидую. Не стремлюсь ни к богатству. Ну как же, ну как все. Получаю пенсию от государства. Мы две пенсионерки. Так что... Ничему не надо. Есть машина, а что пьет здесь в город. Есть крыша над головой. А что еще надо? Особенно мне сейчас, в моем возрасте. Девушка всего еще год тому назад была работницей Семипалатинского мясокомбината. Сейчас Бибикуль Тулегенова студентка Алматинской консерватории. Спешно окончив консерваторию, Бибикуль была принята в оперный театр имени Абая. Я, слава богу, не могу жаловаться. Не могу жаловаться. Причем не просто так. Меня даже мои коллеги называли колхозной певицей. Я не обижалась. Ну что теперь, действительно я ездила по колхозам, пела концерты хлеборобом, животноводом ездила. Потому что не каждый может поехать и не каждый может в таких условиях работать. Потому что ни гостиницы нет, ни питания где нет. Где, говорят, придешь вместе с кем-то там покушал, где-то в юрке вместе со всеми легла спать. Я этого никогда не, как говорится, не сторонилась. И даже вот теперь, когда вспоминаю, думаю, вообще вот они меня называли колхозной певицей, а я, оказывается, поднимала духовно, питала колхозников, им давала духовный заряд. Люди работали с утра до ночь, от зари до зари, а я потом им давала духовный отдых. Оказывается, я делала большое дело. Потому что я помню, когда первый раз я приехала и спела, ну, народные песни, там все, ну, был, был, все. Потом, когда я спела Каватину Линды, в зале такой хохот стоял, потому что там есть такие ноты. Они говорят, так что такое, что, говорит, она ржет, как лошадь. А потом, а, и Сольвия, вот Сольвия, Григо, даже у тебя, когда пела, сидит и плачет женщина. Я говорю, вы же почему плачете? После концерта она пришла ко мне, говорит, спасибо вам большое. Вы пели, говорит, Сольвия, а я, говорит, недавно похоронила сына, все время вспоминала о нем. Поэтому она сидела, плакала. Вот. А второй раз, когда я, в следующий раз я уже приехала, в колхоз тот же, пою, значит, они мне пишут, Деби Гуляпа, спойте, пожалуйста, Линда, не шуми. Линда, дыши, Линда, дыши, Линда, дыши, они говорят, Линда, не шуми. Я очень люблю лирические песни, особенно народные. В них я чувствую душу народа, широту и просторы моей родной земли. Я часто разъезжаю, выступаю на Джайляу, в городах, в селах, знакомые слушатели с лучшими произведениями наших композиторов. Такое общение со зрителем мне доставляет большую радость. Вот даже мне письма писали, что когда вот я слушаю вас, мне все время легче на душе. Я вот, благодаря вам, у меня вот один участник, работник, по-моему, из Калининграда, такое трогательное письмо послал, не знаю, куда его задевало. Говорит, вот, благодаря вам я сделал первый шаг. Его парализовало, оказывается, и он дома лежал на диване, и телевидение показывает. А он, говорит, вот такое тихое пение было. Я хотела, говорит, прибавить звук и, говорит, сам не понял, как из дивана дошел до телевизора. Так что вот такие письма у меня трогательных много было. Потому что, знаете, все-таки надо любить народ. Не выходить и не делать одолжение народу, его надо любить. Поэтому только обоюдная любовь может вызвать эмоции, может вызвать какую-то радость, выдохновение. Вот. А так, конечно, что ж теперь, теперь, конечно, я уже сижу, бабушка. Единственное, когда меня приглашают на свадьбу, ну, я как-то, Жаскелин есть, такая раннонародная казахская письма, молодая знаха. Приветствуем тебя, приход вот в дом не жениха. Вот эти два куплета я, значит, так потихоньку пою молодым пожеланием, в качестве пожелания. Сначала даю им благословения, а потом в качестве пожелания вот эту песню. И так все. А так особенно я уже занимаюсь, конечно, и конкурсом мы занимаемся, и потом антологии выпускаем. Работаем много, много работаем. Я родилась в Палатнецке, на Советской улице, теперь уже я не знаю, как эта улица называется. Все было, так как иногда вспоминают, но, господинчик, сколько, кажется, я в жизни перевидела, хорошего, плохого, могу вспомнить. С 11 лет я работала, можно сказать, до 18 лет. Работала, можно сказать, фактически всю войну. Всю войну все прошло. Вот, так что и холод, и голод, и потом меня отца в 37-м году репрессировали. Все, после того, как отец ушел, ну, то есть я до 7 лет только была ребенком, потом уже все пошло. Воду таскать, и стирать, и дровать. Все было. Все переживала. Я ничем не взял удивить, поэтому, понимаете, я весь мир посмотрела. Ну, такой вот, странный, как Казахстан, город Алматы, я не знаю, почему. Моя родина семипалатная, сказал бы, Сибирь, эта халадрыга такая, нет, мне только, я вот здесь живу с 18 лет, и никуда не хочу. Вот у меня и в Астане есть квартира, и все, я не хочу туда. Город были, город сказка, с чем сравнить тебя, тульфан цветущий, Алматы. Дети, да? Семья, даст Бог, приедет 16 августа. Он дочку в школу уже нам записал, в казахский первый класс пойдет. В казахский? На казахский. Надо же. Он уже изучает, на дамбре учится играть. Еще в Алане начали учить казахский. Все зависит от желания. Конечно. Понимаете? И потом, вот говорят, заставлять надо, заставлять. А я считаю, что не надо заставлять. А потому, что мы штык делаем, 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 учим, 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 это ничем не дает. Оно вызывает только противоядие. Мы когда учились в школе, это было еще во время войны, у нас на казахском языке дети по партам бегали. Бедные. Галина, как и Галина, Галина Ахмедова, что ли, ученица. Я такая тоже дурочка вместе с ними по партам бегала. На бедной сидит, не знает, что делать. Не слушали. Дети. Нельзя, как говорится, слишком, может, так, высокомерно ко всему относиться. Я не знаю. Ну, просто у нас, например, вот наша интеллигенция, многие не знают родного языка. Вот у меня внук, Адюля, сын мой, говорит, он не знает. Он говорит, я не могу, Иван Ильич, не могу, но не могу, говорит, все что угодно. Английский луч, а это не может. Вот не может, и все. Но чем это объяснить, я не знаю. Вот, наверное, какой-то противодействие, я так думала, как-то насилие было, наверное, вот оно у него стало. Вот это, говорит, не знаю вообще. А иногда прямо поражаешься, так чисто, говорит, на казахском, смотришь русский. Говорит, не знаю. У нас очень много, дикторов у нас русских много, которые на казахском идут программу. Иногда, смотри, такие красивые девочки. Она говорит, а я росла среди казахов и вместе с ними пошла в школу казахскую. И так вот учила казахский. Действительно, вот. Потому что вы вот, вам понравился Казахстан, вам понравилась эта страна, вам понравились эти люди, и поэтому вы идете через любовь. Конечно, у вас все получится. Тем более, вы начали учить Сабая. С песней Абая. А он там все поет о любви. Я вспоминаю, у нас была маникюша, она сейчас уехала, когда к себе. Они, значит, русские, может, приехали из Китая. Ну, они из Хабина, там они по-русски говорят. Вот, и она, значит, там они где живут в том районе, она, говорит, все влазила, все детские сады, все занят. Все занят, я, говорит, просто невозможно. А девочку надо в садик отдавать. Что делать? Она, говорит, и здесь, рядом с нами детский садик казахский. Там есть одно место. Я пришла, говорит, говорю, вот мне девочку надо три годика в садик устроить. Ну, пожалуйста. А там детки, говорит, бегают, казахи, русские тоже. Ну, вот. Она неделю походила в садик. Приходит домой вечером, говорит. А не молча. Она опять. А не молча. А не молча. Она говорит. Вы почему со мной не здороваете? Я вам говорю, здравствуйте, добрый вечер, а вы молчите. Ну, потому что, да. Вот, когда я прихожу домой, я говорю, салиматизба, вы мне должны говорить салиматизба. Не знаю, как она потом. В школу пошла, русский льет. Много, говорит, прямо так любит. Приходит только она, говорит, со мной показаться. Ну, так тому никто не знает, как она салиматизба. Много, говорит, что она салиматизба. Друзья, как вы знаете, мое знакомство с Казахстаном случилось благодаря Димашу Кадыбергену. И поэтому вообще о Бибигуль Тулегеновой я узнал в тот момент, когда она давала ему бота перед поездкой в Китай. Но на самом деле Бибигуль Ахметовна дважды благословляла Димаша на успех. Это было так спонтанно. Там какой-то был детский конкурс в Астане. И пришла ко мне вот эта Карла, Карла, я его до Каримова, по-моему. Она проводит эти детские фестивали. Бостер Гай там, потом еще. И там какой-то она конкурс проводила. Вот. И она, значит, мне говорит, Бибигуль Ахметовна, тут, говорит, пришел мальчик. Он едет, говорит, на славянский базар. И, говорит, просит у вас благословения. Я говорю, а где он? Она говорит, да сейчас я его найду. В общем, она его вытащила. И поставила на сцену. Смотри, тут длинный парень стоит. Я вышла прямо тут. На зрителей. А там народ сидел. Да вот, открытая площадка. Народ сидел. Я ему, значит, так пожелала ему, значит, счастливый путь, все. И он уехал. Уехал. И вдруг она мне звонит, говорит, Бибигуль Ахметовна, мальчик-то, говорит, получил гран-при? Я говорю, где? В славянском базаре. Я говорю, ну, молодец. А потом, когда он приехал, и уже поехал в этот... Должен был ехать в Китай. Или уже поехал. А тут его фанаты, уже группа целых фанатов. Вот, мы-то познакомились, хорошо. Она мне звонит и говорит, Бибигуль Ахметовна, наш, говорит, этот Димаш полетел в Китай. И очень хотелось бы, говорит, чтобы вы ему дали на путь. Ну, я вот так вот, как у рояля, стояла, просто по-русски сказала, все. Дорогой Димаш, мы, твои болельщики, твои фанаты, мы очень ждем от тебя больших побед. Желаю тебе самое главное, чтобы ты был здоров. И чтобы тебе сопутствовала твоя яркая, красивая звезда, которая загорелась на твоем небосклоне. И вдруг на меня целая армия, видимо, не знаю кто, напали на меня, как могла Тулигенова позволить себе на русском языке давать благословение Димашу, этому бойцу Кудайбергенову. Я говорю, а я какое преступление это совершила? Я что сделала? Ну, как это? Почему по-русски надо? В общем, меня там в интернете даже протащили, что вот я такая-сякая. Я говорю, ну, ладно, я переживу, лишь бы ему было хорошо. И вдруг он, значит, там тоже показал себя, но там только единственное, немножко они так местечково провели. И он шел первым. Но так как это конкурс в Китае, у них там свой какой-то мальчик был китайский, они дали своему китайцу первое место, а Димашу дали второе место. Вообще так. А вообще, вот так вот, когда мы вот все слушали, все, мы же следили за этим. Вот. Он шел все время вперед. Вперед. И слава Богу, вот так вот и получилось, что так наш Димаш и идет. Дай Бог ему здоровья. У меня, значит, случай был, когда одна женщина, был в вечер памяти Баглановой Розы во дворце республики у нас. Пришла ко мне журналистка, ну все берут интервью, и про Розу, я уже так автоматически говорю, говорю, говорю. А вот я хотела вас спросить еще. Вот все говорят, «Димаш, Димаш, Димаш». Я так навострила уши. А почему-то молодежь говорит, что как их брендом является Хайрат Нуртас. Я говорю, что? Кто? Хайрат Нуртас. Я говорю, знаете, между вашим Хайратом Нуртасом и Димашем, я говорю, расстояние – это как небо и земля. А тогда кто же небо? Я говорю, небо, конечно, Димаш. А так что значит? Нуртас – это земля? Я говорю, он земной исполнитель всего-то, навсего. Стыдно, особенно журналисту, не знает, кто такой Димаш. Я говорю, Димаш, имя Казахов, я говорю, Казахов поднимает на весь мир. А люди, я говорю, не только слушают, они плачут, когда его слушают. Я говорю, потому что он до самой глубины души доходит их. Не потому что, я говорю, он там берет заоблачные ноты, а потому что, я говорю, он от сердца поет, от души, понимаете? Вот что такое. Он очень скромный, очень воспитанный, очень интеллигентный мальчик. Он прекрасно играет на фортепиано, прекрасно играет на дамбре, прекрасно поет. Ну, поет, это, конечно, педагогу его, спасибо главному, который его не ломал, не трогал, он осторожно вел его, чтобы не сломать все вот эти его, как бы, диапазоны, детали вокала. поэтому, конечно, Димаша, это явление природы, явление природы, которую мы должны беречь. Он просто, знаете, а сейчас вот он уже музыку сочиняет, какие-то, фильм какой-то снял, фантастический. Я просто поражаюсь. Вот дай бог ему здоровья. Он посол мира, ничего не скажешь. И, конечно, это явление природы, явление. Это, как говорится, двойняшки бывают, потом вот сиамские близнецы бывают. Вот в его пении, в его голосе так и получат, как сиамские близнецы. В нем и бас, и баритон, и мец, и сопрано, и такой беспредельный, октава, голос. Так что мы с ним общаемся. Он очень мечтает спеть, я говорю, дай нам, не будь, если и меня не мучай, я говорю, петь я уже сейчас не могу. Я могу, я просто, я говорю, сама спеть тебе какой-нибудь куплет народной песни. А дальше, я говорю, ты разбивай сам, как хочешь, фиоритуры, куда хочешь. Нет, а он хочет именно Хамеди Булбул. Я говорю, о нет, вот Булбул уже нету. Соловья уже нет. Все хотят быть артистами, и никто не хочет учиться по-настоящему. Хотя бы дором и фасоль выучить. Нет, не надо, зачем. Они вот на слух записывают, и потом, значит, вот, ни начала, ни конца нет в песне. А какие у нас красивые народные песни. И диапазонам, широким, кантиленной. Просто, знаете, иногда вот, когда где-нибудь поедут, я даже при Балтике, когда была, пела народные песни, они мне, скажите, Божество, а что это произведение, чей это романс? Я говорю, это казахская народная песня. Не может быть. Не может. Я говорю, да, это народная песня. Не зря же говорят, казах рождается или с дамброй в руке, или, говорит, со стихами в устах. Вот поэтому, конечно, когда слышишь вот таких тартам-пртам, слушаю, думаю, господи, ну не стыдно людям. Вот на таких, к такими тартам-пртам он такие хоромы себя строит, и еще вместо того, что свое творчество показывает, он показывает, какое у него богатство. Так один парень из Актюбинска написал вот это. Оказывается, это киргизские песни вот эти. Мен сен калайман, мен сен аллах, аллах, козлы-эрэк, козлы-эрэк, это кастокиргизская песня. Он говорит, я, говорит, год пел вот этот козлы-эрэк, козлы-эрэк и, говорит, себе заработал на однокомнатную квартиру. Я, говорит, честно, признался в газете. В газете написал. Вот вам, пожалуйста. Ничего не надо. Одну песню. Я начинала у педагога мужчины, и он меня так загнал, что я потом просто народную песню не могла петь. И пришла на мое счастье Надежда Николаевна Самышевна, народная артистка республики. И когда ей дали список, дали я, когда посмотрел, о, эту девочку я знаю, это хорошая девочка, у нее прекрасный голос. Два года она меня держала на вокальной диете. Она как кастоправ со мной работала. Выправляла меня, дыхание мне все приводило в порядок, потому что все у меня вот так разболтало, ничего я не знаю, тут нету, тут нету. Хочется от вас для молодежи какое-то напутственное слово. Как чтобы они тоже стремились... А вот я и говорю молодежи, старайтесь ходить в классические произведения, в театр ходить и слушать, в филармонию. Приезжают очень хорошие музыканты, певцы, пианисты, скрипачи, да и бывает и джазовая прекрасная музыка, на любой вкус филармонии. И потом, значит, у нас есть оркестр Хурман-Газе, который прекрасный театр, они у них свое здание, прекрасные концерты проводят. У нас, конечно, оперный театр, куда надо ходить, чтобы духовно себя поднимать, духовно воспитывать, надо, конечно, заниматься собой. Просто так это не приходит. Я ведь приехала в Алма-Ату, когда мне было 18 лет, а я знаете, откуда приехала? Из семипалатницкого мясокомбината была просто чернорабочая. Вот так. Приехала, с семиклассным образованием поступила в консерваторию. Я так хотела петь, что я поступила в консерваторию и один год училась на подготовительном курсе, причем с повышенной стипендии. Вот когда человек хочет, хотеть надо, желание должно быть, а не не сидеть целый день там, как джеты или что-то смотреть. Сидят тут двое, встречаются. Вот я иногда придешь в кафе в городе, мы там гуляем, что-нибудь, она у меня говорит, мама, давай я кафе пойду? Вот мы сядем, в кафе сидим. Приходят двое, молодой человек. Один сначала приходит, первый сидит, значит. Вот. Потом приходит, ой, здравствуйте, здравствуйте. Обнялись, поцеловались, сели. Он свое, она свое. Пришли, пара, то же самое. Ой, мы поцеловались, обнялись, над чем несут кушать, а они все скажут. Каждое свое. Это не надо этого. Надо общение. Только общение человека обогащает. Читать книги надо. Беспеченный человек никогда в жизни не будет человека. Никакой гаджет, никакой вот это, это самое, никогда столько знания не даст, сколько дает чтение литературы. Вот. Поэтому мы, например, вот там, значит, говорят, скажите, сколько времени будет? 6,8. Я говорю, 56. Думал, думал. Ой, конкулетора нету. Современный человек. Ну, по телевизору. Я говорю, 56. Но жалко, что это не. А мы учили таблицу умножения, как стихотворение. Вот и до. Вот поэтому, конечно, это, 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 человека, конечно, воспитывает и дает ему возможность развивать его мысли. Вот сейчас ЯНТ я не понимаю. Почему? Потому что в наше время надо было, чтобы человек, вот ему вопросы задают на билеты, он откроет, каждый по-своему раскрывает содержание этого произведения, то есть этого билета. А сейчас нет, надо писать, вот, да, нет, да, нет, да, нет. А дальше что? А Капниево дальше, а может быть, он ничего и не знает. Можно просто сюда напишут, да, нет, и все. Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, что для молодежи очень много интересного, сейчас очень много. Люди сейчас с туристическими поездками ездят столько много, ведь это тоже очень много дает, ведь очень много интересного. Возьмите Грецию, да ту же Турцию возьмите. Господи, я сколько раз была в Турции, сколько раз, столько раз, один раз попал даже в амфитеатр, какой-то год я не помню был. Мы, значит, пришли, небольшой амфитеатр, я говорю, как красиво здесь. Слушай, может, действительно, не слышно. пошла я в середину, вот эта кружечка, и начала петь. Думаю, мол, меня никто не слышит, я пою песню, просто пою. Вдруг я смотрю, люди остановились, и смотрят на меня. Оттуда, оттуда, еще ходы. Гриция говорит, мама, посмотри, ты поешь, и люди остановились. а я стою, черный, сарафальный, шлепанца, с сонтиком. Это для меня было так интересно, потому что первый раз, когда мы ездили в Алжир, вот там я видела огромный амфитеатр, там, по-моему, на 6-10 тысяч человек. Вот такие амфитеатры. И вы знаете, оттуда у нас певец, все так сделано, а мы сидели там далеко и все слышали. Вот как это сделано? Просто чудо. Или вот иногда идешь, смотришь, вот тоже собор Парижской Богоматери, или вот в Испании вот эти вот красивые соборы. Вот как раньше строили? Тогда ведь ни лифтов не было, ни кранов не было, а они же стоят веками. Это же здание, которое в XII-XIII веке построено. И вот потом, а потом я была в Кустанае, там мечеть есть в городе в центре, там он был склад, потом кинотеатр, потом еще что-то было, потом ее, значит, отдали этому областной филармонде, они сделали концертный зал, шикарный ремонт сделали, там стены были вот такие вот. Знаете, какая там акустика? Просто, знаете, сидишь и можно слушать, с удовольствием вообще не глядя ни на что. Сейчас опять мечеть отдали, слава Богу, значит. Потом пела в соборе XV века с этим, с камерным аркетом принца Чарли в Лондоне. вот там акустика. Просто откуда она идет, не знаешь. Идешь, слышишь свой голос, откуда она идет, не знаю. Это удивительно, такая вот песня. Ты вот так вот думаешь, я иногда сижу, думаю, ох, я счастливый человек. Много кое-что я, оказывается, повидала. Потом в Таджи-Махале я была, в Индии. Я там тоже вот так пела, знаешь, какой там звук прямо, вот так, и эхо там отдается. Мы прошлись прямо вокруг. А ну, как от Биби Гуляк, мы это, дайте звук, и я как, и главное, я спела, потом звук медленно-медленно пошел вверх. Там вот этот купол просто поразил. Господи, боже мой, надо же. Вот такие интересные вещи. Иногда вот так вот вспомнишь, я как-то не придаю даже значения. Я, между прочим, даже никогда и не записывал это. Теперь уже не буду писать. Не хочу. Чалка, Омэн. Вот такие дела, ребята. Так что спасибо вам большое за вашу работу, за ваш труп. Это большой труд, конечно. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok